Самое важное, наверное, то, что игроки обеих команд отблагодарили болельщиков, которые заполнили наш замечательный стадион. И, ну, раз бывает такое, что соберется полная чаша людей, а матч не удается. На мой взгляд, матч удался как для одной, так и для другой команды. Было очень большое напряжение, было много, достаточно много моментов. Мы могли проиграть, могли выиграть, но сыграли в ничью. Конечно, гол, который нам забили в центральной зоне, все-таки это была достаточно серьезная ошибка. Вот. А что еще повлияло? Повлияло вот эти неожиданные травмы, которые Черлока. Нужно было все перестраивать по-новому. Впервые на этой позиции играл Квирквелли. Дальше полутравмированную всю игру Денисов провел. И я все время дергался, менять не менять его. Тарасов играл первый раз. И, конечно, он на 90 минут не готов еще был. Какие-то планы были другие, но игра все поменяла. Ну, это жизнь, это футбол. Реагировали на это. Мы по-своему правильно и неправильно сделали. Это другой вопрос. Майкон, он добавляет скорости. Но вообще-то мы Майкона планировали раньше. Ну, вот, что я в предыдущем сказал. Травмы эти, они не позволили ее сделать. Он должен с левой стороны, где Ещенко много подключался, он должен был в этой зоне создать остроту. Вам понравилось, как Янбай играл с Краснодаром? Мне не понравилось. Поэтому он не играл. Также мне не понравилось Печинович с Краснодаром, как играл. Поэтому тоже был заменен. Вот и все. Очень простая логика. Риск, конечно, определенный был. Но у Тарасова тоже свои плюсы, которые мы видели. Это игра в воздухе. И он достаточно хорошо играет перед центральными защитниками в оборонительных действиях. А так, конечно, рисковали. Коломейцев получил повреждения на вчерашней тренировке. Он тоже не мог принять участие. Был выбор, участие. Был выбор Баринова или Тарасова. Лимит здесь. То же самое для нас. Был в сегодняшнем матче проблемный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин